В Суздале прошел Владимирский экспортный форум с участием представителей федеральных структур и госкорпораций. Пленарное заседание заглавили так. Практическое решение экспортной деятельности в условиях геополитической неопределенности. В Владимирской области работали и продолжают работать сотни предприятий-экспортеров. Что изменилось в их жизни, в работе, что будет меняться и чем производителей поддержит федеральный центр? Узнаем здесь и сейчас. В нашей студии наш человек в столице, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторг России Роман Чекушев. Роман, добро пожаловать на Владимирскую родную землю. Добрый вечер. Добрый вечер. Насколько серьезные отношения, извините, начиная даже с географического плана, не говорю про какие-то еще стороны, претерпела внешняя торговля России за последний год? Да, вы абсолютно правы, что последний год был таким решающим в плане того, что куда же развернется наш грузопоток, наша внешняя торговля. И этот год показал, что бизнес умеет адаптироваться, умеет приспосабливаться к текущим условиям, но этим не ограничивается, он умеет даже развиваться в разных сложных ситуациях. И мы видим, что сейчас, если говорить о географии, у нас же много было торговых партнеров в Евросоюзе, в Северной Америке. Мы видим, что эти грузопотоки уже разворачиваются на восток, вот такое есть устойчивое выражение разворот на восток, но не этим оно, наши изменения ограничиваются. Мы активно развиваем рынки Южной Азии, Юго-Восточной Азии. Наши предприятия научились работать на африканском континенте и уже осваивают перспективные рынки Латинской Америки. Поэтому наша здесь задача развивать международные транспортно-логистические коридоры. Уже этим правительство Российской Федерации занимается, утверждены дорожные карты председателям правительства. И мы уверены, что как Азово-Черноморский бассейн, так и коридор Север-Юг, который будет связывать центральную часть Российской Федерации, северо-западный федеральный округ с Южной Азией, не только Индия. Там много перспективных стран, которые имеют растущее население, молодое население, которое готово употреблять российские товары. Ну, а если говорить о структуре, товарной структуре экспорта, то отрадно то, что мы остаемся сильными и конкурентоспособными в части продукции машиностроения. То есть всегда считалось, что Россия – это страна сырьевого экспорта. Это абсолютно не так, поскольку ни сырьевой, ни энергетический экспорт составил более трети в структуре экспорта и растет, продолжает расти. И здесь мы говорим не только о продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации, но и о высоких переделах лесопромышленной продукции, о высоких переделах металлургической продукции. И фармацевтическая отрасль не только обеспечила здесь импортозамещение, но и успешно на внешних рынках. Ну и, конечно, наша высокотехнологичная продукция. Мы можем видеть наши грузовые автомобили, нашу тяжелую горнообогатительную технику, горнодобывающую технику на ведущих ГОКах мира. И это приятно. — Действительно, это для многих будет открытие, но для европейского рынка все-таки нужны были одни товары. Для азиатского, африканского нужны те же или это принципиально иной состав экспорта? — Ну, я бы здесь разделил ваш вопрос на два направления. Значит, первое — это та продукция, которая употребима в любой стране мира. Ну, здесь мы говорим тоже о тех направлениях, в которых мы сильны. Например, продукция лесопромышленного комплекса. Это не привычный нам круглый лес. Мы говорим о бумаге, о картоне, о фанере, о пиломатериалах. И вот здесь надо сказать, что то, что я перечислил, ну, с учетом определенного различия к качеству, к плотности материала, к каким-то характеристикам количественным, в принципе, продукция может продаваться в любой стране мира. Особенно, если мы говорим о пиломатериалах, строительство ведется везде, поэтому они нужны везде. Если то же самое мы можем сказать о металлургической продукции, тоже в высоких переделах, о прокате, о проволоке, о сталях различных, она тоже применима абсолютно на любых рынках. Безусловно, есть продукция, которая применяется в высокотехнологичном производстве. Например, тот же «Титан», который применяется в производстве самолетов, иной авиационной техники. Но здесь мы констатируем, что Европа продолжает потреблять нашу продукцию. Мы не прекратили все поставки в Европу. Вы абсолютно правы, что если мы говорим о машиностроительной продукции, это и техника, и оборудование, каждый рынок имеет свою специфику. Для этого правительство поддерживает не окры, поддерживает амологацию, то есть адаптацию продукции под требования внешнего рынка, под потребительские предпочтения. У нас есть целая программа поддержки, направленная на субсидирование соответствующих расходов. Поэтому бизнес адаптировался на той же производственной линии. Он начал производить то, что востребовано в Китае, то, что востребовано в Индии, на других рынках. Это требует только перенастройки оборудования, новой технической документации и адаптации продукта. Все это наше предприятие делает достаточно успешным. Вот я продолжу тему поддержки, которую вы коротко обозначили. Любой переходный период, он считается кризисным, а значит подверженный кризисным явлением отрасли экономики, требует поддержки, нуждаются в ней и, в общем, ее получают. Как вы оцениваете действующие меры этой самой поддержки? Я, конечно, говорю о тех, кто не сырьем занимается, не энергетикой. И требуется ли какая-то донастройка, а может быть даже принципиальное изменение объема этой поддержки? Абсолютно точно. Я бы дополнил не только объемы поддержки, но и качество и направление поддержки. Безусловно, изменения требуются. И мы в эти изменения вступили буквально с марта-апреля прошлого года. Я очень верхнего уровня расскажу, что мы смогли сделать. Первое, это фактически мы освободили от ответственности те компании, которые столкнулись с санкционным давлением своих западных партнеров. Стали отказываться от поставок, соответственно, показатели выполнять не получалось. Мы дали возможность продолжить получать меры поддержки без штрафных санкций. Второе, мы облегчили и адаптировали процедуру отбора, для того, чтобы компании могли даже в текущих условиях, без таких стратегических прогнозов своих экспортных потоков, заявиться на все отборные и конкурсные меры поддержки. Третье, мы, безусловно, посмотрели на логистику и на те международные коридоры, которые возникли. На географию поставок, то, о чем мы с вами говорили, и поменяли коэффициенты, таргетировали под определенные отрасли промышленности нашу поддержку и смогли поддержать ровно на тех логистических коридорах, например, экспорт из северо-западного федерального округа. Вы же понимаете, что географически это вся Европа, это Америка, а теперь приходится из северо-запада развивать продажи в Африку, в Азию, причем во всю Азию, южную, юго-восточную. Это удорожание логистического плеча, и, конечно, мы готовы были это финансировать. Но мы на этом не останавливаемся. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы сейчас готовим предложение по продлению национального проекта международной кооперации «Экспорт», который содержит все меры поддержки в себе. И там мы готовы предложить экспортерам новые инструменты, которых раньше вообще не было, и которые направлены на создание инфраструктуры за рубежом. То есть мы абсолютно уверены, чтобы на долгие-долгие годы закрепиться на рынке, мало просто продавать. Нужно иметь точки индустриального присутствия, нужно иметь склады, нужно иметь порты, нужно иметь различные логистические мощности, которые позволят постоянно предоставлять российской продукции возможность быть представленным на рынке. Это же связано и с продвижением продукции. Выставочные павильоны, продвижение национального бренда «Made in Russia» – это то, чем мы предлагаем заниматься в ближайшие годы, в том числе за счет средств федерального бюджета. Вот такой площадкой, насколько я понимаю, становится сейчас египетская. Если можно чуть подробнее, что там россиянам интересно? Да, это пилотный проект, не единственный, при котором мы предлагаем создать промышленный парк российских компаний, которые могут кооперироваться и в одном месте создавать различную продукцию, покупая друг у друга компоненты, создавая совместные предприятия, причем не только друг с другом, но и с партнерами зарубежными, которые работают на территории того же Египта. Мы выбрали земельный участок, очень удобный, граничащий с развитой деловой зоной немецких предприятий, предприятий Объединенных Арабских Эмиратов, китайских предприятий, которые находятся на севере Красного моря. Это вход практически в Суэцкий канал, удобное логистическое положение, абсолютные преференции с точки зрения отсутствия налоговых платежей, отсутствия таможенных платежей, возможность экспортировать из этой египетской промышленной зоны в более чем 70 стран мира без пошлин и дополнительных барьеров, и возможность иметь кооперационные проекты с теми предприятиями, которые там представлены. Мы со стороны государства будем строить инфраструктуру, заключили межправсоглашение с Египтом с точки зрения защиты инвестиций наших предприятий, ну а от бизнеса ждем промышленных идей, проектов и развития там производства. Но я повторюсь, это первый проект, мы такие площадки рассматриваем практически во всех дружественных странах, уже есть примеры в Узбекистане, мы буквально в апреле открыли такую площадку в городе Джизак, в республике Узбекистан, где будут российские предприятия осваивать все новые и новые производственные линии. Недавно узнал, что как раз одно из довольно небольших владимирских предприятий как раз и к Египту присматривается, там тема питьевой воды, но вот таким маленьким экспортерам и немаленьким, конечно, помогают сейчас и региональные экспортные центры, а есть еще и федеральные у нас, российские экспортные центры. Вот те проблемы, которые вот эти центры сейчас решают, это в первую очередь логистика, которая была год с небольшим назад сильно нарушена, порушена даже. Ну, вообще, вот если глобально говорить, мы можем классифицировать те проблемы, с которыми сталкиваются и столкнулись экспортеры, условно, на четыре группы. Это логистиковые абсолютно правы, второе – это расчеты, то есть перевод платежей между странами, третье – это цепочки поставок, которые тоже нарушились, потому что многие торговали через европейские торговые дома, либо через американских партнеров, конечно, эти все связи разрушены. И четвертая группа – это ценовая конкурентноспособность, потому что с учетом удорожания логистики и торговых операций продукция до конечного потребителя стала чуть дороже и иногда бывает неконкурентноспособной по объективным причинам. Каждую из этих задач мы решаем совместно с российским экспортным центром и с центрами поддержки экспорта, которые созданы сейчас уже почти в каждом регионе, ну вот на новых территориях планируем создавать их в ближайшее время. Безусловно, первая их задача – это одно окно в части любого вида поддержки экспортера. Это и меры финансовой поддержки, то есть субсидии, льготные кредиты, это и аналитика по рынкам, это представительство за рубежом, это реклама, маркетинг. То есть, в принципе, возможность прийти в экспортный центр и получить все виды услуг и консультации в одном месте. Вот это та задача, которую мы решаем. А вот эти проблемы, с которыми экспортеры сталкиваются, они, в общем-то, те же самые, что были, наверное, при выходе изначально на рынки европейские – услуги складов, страховка, сопровождение или чем-то, кроме вектора, все-таки отличаются? Ну, усложнились цепочки поставок. В каком плане усложнились? Посредники появились. Да, да, абсолютно верно. Посредники – это проблема первая в том, что необходимо дороже продавать продукцию, приходится дороже продавать продукцию, потому что посреднику нужно платить. И второе – это необходимость выстраивания заново цепочек поставок. То есть, если раньше ты мог в абсолютно открытом режиме приехать на конкурентный рынок и говорить, вот моя российская продукция, пожалуйста, ее покупайте, то сейчас, с учетом санкционного давления, иногда приходится прибегать к различным схемам поставок, которые, ну, не прямолинейны. Но надо отметить, что многие партнеры достаточно уверенно себя чувствуют в мировой экономике и готовы напрямую у нас покупать продукцию и не создавать никаких дополнительных препятствий. Мы говорим и про Китай, и про Индию, и про страны Ближнего Востока, да, собственно говоря, и страны Северной Африки здесь отличаются таким экономическим суверенитетом, как сейчас принято говорить. Но, безусловно, это все влияет на цену. Поэтому наша задача – создать такие меры поддержки, которые будут снижать конечную стоимость нашей продукции. И мы над этим работаем, и очень много здесь пищи нам дает сам бизнес, потому что они сами выстраивают свои цепочки поставок, приходят к нам или приходят в российский экспортный центр, говорят, да, наша продукция интересна, но проблема вот либо в стоимости, либо в сложной логистике, либо нет банка, который готов проводить платежи. И мы шаг за шагом эти проблемы решаем. Но даже то, что в абсолютных числах мы смогли упасть не более чем на 7% по итогам прошлого года, по несырьевому, ненометическому экспорту, говорит о том, что что-то нам удалось. Потому что страх, можно даже таким словом обозначить, был велик, что все многие поставки у нас прекратятся. Этого не произошло, бизнес развивается, будем работать и дальше в этом направлении. Перед форумом прошла встреча с губернатором. Регион у нас на экспорт завязан во многом. Мы действительно у нас есть или были предприятия, кто позиционировал себя как исключительно экспортно ориентированное производство. А их проблемы обсуждали, их перспективы или в целом просто подготовку к большому событию, которое в итоге состоялось, обсуждали? Удалось обсудить как текущие меры поддержки, так и инициативу Владимирских предприятий по развитию внешней торговли. Мы договорились о некотором плане совместной работы на ближайшие периоды. И в принципе могу сказать о том, что мы с губернатором договорились о том, что Владимирская область войдет в проект Минпромторга России и Российского экспортного центра, который мы называем экспортный акселератор. Это проект для субъектов Российской Федерации. Не для всех. Мы небольшое количество субъектов отобрали для этого проекта, которые как раз позволят фактически в режиме ручного управления складывать такие экспортные кейсы, экспортные проекты Владимирских предприятий, которые может быть еще даже не вышли на экспортные рынки, но благодаря нашей поддержке и сопровождению на каждом этапе выхода на экспорт смогут начать продавать свою продукцию на рынке дружественных стран, а может быть и не только дружественных стран. Вот такие решения мы приняли. Говорили о том, что будем встречаться так или иначе в регулярном режиме для того, чтобы скорректировать нашу работу, либо дополнить какими-то новыми инструментами или новыми форматами. А какие-то новые механизмы и услуги для экспортеров по освоению дружественных рынков за последнее время введены? Я говорю об эффективных, заработавших. Ну, надо сказать, что мы в прошлом году в первую очередь работали над перенастройкой наших действовавших до событий, связанных с жестким санкционным режимом мер поддержки, и поэтому вот все это время ушло на этом. Но с этого года мы уже сейчас запускаем инструмент по компенсации логистических затрат для компаний, которые готовы экспортировать через порты северо-западного федерального округа, которые, ну, фактически встали, а вы знаете, что пропускная способность нашей железной дороги не такая большая, и как раз центральные регионы, в том числе и Владимирская область, столкнулась с той проблемой, что вывозить продукцию в Китай через всю страну, через железную дорогу очень тяжело, потому что много компаний заявилось, столько наши железные дороги перевезти не могут. Поэтому мы субсидируем расходы на морской фрахт, данных контейнеров и грузов из портов северо-западного федерального округа, дальше в Северную Африку, Южную Азию и так далее. Второе, мы концептуально договорились о создании точек индустриального присутствия и транспортно-логистических центров, в том числе с поддержкой за счет средств федерального бюджета в дружественных странах. Мы уже несколько таких проектов набрали, они будут развиваться в Индии, Китае, Иране, Алжире, Египте, Узбекистане, Таджикистане, и еще рассматриваем несколько площадок, они пока еще не согласованы, но обязательно проинформируем, когда они будут согласованы. Это возможность для любой абсолютно компании выйти с производственным проектом или с проектом по экспорту в эти страны. Дальше мы сейчас работаем над продвижением. Российский экспортный центр подготовил концепцию продвижения бренда Made in Russia. Все мы знаем, что многие страны начали продавать свою продукцию, успешно ее продают благодаря авторитету этого бренда. Например, Made in Italy, и мы знаем, что это качественно, хорошо, красиво, модно и интересно конечному потребителю. Вот ровно таким же брендом должен стать бренд Made in Russia. И все эти инструменты в рамках продления нацпроекта, они в принципе подготовлены. Я думаю, что с 2024 года мы сможем успешно их запустить. — Направление, куда сейчас смотрит российский экспорт, по большому счету, это ведь возобновление таких тропинок, где-то из широких трасс, проложенных в советское время. Или сейчас вот такие параллели проводить сложно, потому что слишком много времени прошло? — Это абсолютно правильная параллель. Мы действительно видим, что такими уверенными торговыми партнерами, которые готовы покупать нашу продукцию, являются страны, с которыми тесные экономические отношения нас связывали со времен советской эпохи. Но это лишь часть тех направлений, на которых мы уже работаем и будем дальше развиваться. Вот, кстати, все говорят разворот на восток. А какой же это разворот, так, по большому счету, с Китаем? Китай был всегда одним из ведущих партнеров Российской Федерации, так же, как и Индия, так же, как и страны, такие, как Вьетнам. И даже Таиланд всегда был уверенным торговым партнером Российской Федерации. Но я бы хотел сказать, что в советское время все же партнеры экономические выбирались по многому и по политическим соображениям. Сейчас мы видим, что мир настолько изменился, что тренд на экономический эффект, он возрастает, и любая страна, здравомыслящая, а таких абсолютное большинство, принимает решения, исходя из экономической эффективности. Поэтому мы видим, как к нам поворачивается африканский континент. У нас, может быть, сейчас есть огромные возможности провести ту работу, которую мы десятилетиями не проводили, потому что успешно торговали с Европой. Но теперь мы можем развивать большой рынок Африки. Это растущее население, которое, конечно, требует особого внимания. Ну и, безусловно, Латинская Америка. Мы никогда... Нельзя сказать, что Латинская Америка была первым торговым партнером Советского Союза, Российской империи, либо Российской Федерации. Нет, всегда она из-за удаленности, может быть, оставалась не всегда под должным вниманием. Сейчас мы прорабатываем несколько стратегий и видим, что страны Латинской Америки абсолютно готовы работать с нами, а многие из них являются достаточно экономически развитыми. Это и Бразилия, и Уругвай, и Аргентина. И готовы воспринимать российскую продукцию. Мы точно будем работать в этих странах, расширяем присутствие наших торговых представителей. Например, недавно в Мексике открылось торговое представительство Российской Федерации. Уверена, что там реализация российской продукции будет происходить в растущих объемах. Африка. Все-таки ее... Вот можно назвать это направление, при том, что действительно огромное количество стран, растущее население, настолько же перспективным, как азиатское? Ну, надо сказать, что развитие африканского региона идет по пути индустриализации. То есть, что это значит? И механизации процессов. Например, все технические средства, которые позволяют улучшить эффективность или повысить эффективность сельского хозяйства, сейчас в Африке востребованы. Второе, Африка развивается с точки зрения добычи полезных ископаемых. И здесь без техники, без машиностроительной продукции так же не обойтись. Население Африки растет и будет дальше расти. И платежеспособность населения, конечно, в разных странах разная. Где-то она падает, где-то растет. Но в целом, с учетом желания интегрироваться в общие экономические процессы африканских стран, и многие из них начинают открываться. Ведь многие африканские страны были достаточно закрыты и оберегали собственный внутренний рынок. Поэтому мы видим здесь большие перспективы. Нам, безусловно, нужно таргетироваться. Все-таки африканские континенты – это 54 страны. Невозможно одновременно зайти везде. Поэтому мы уже стратегически для себя определили те страны, которые наиболее восприимчивы и дошли с точки зрения экономического роста до возможности торговли с Российской Федерацией. И будем мы дальше развивать это направление. Ну а Азия тоже разная. Вы знаете, что Индия среднего возраста, в Индии население 27 лет, и уже вышла, по данному ООН, на первое место среди населения в мире, будет дальше расти. Но рынок достаточно сложный и требующий внимания. Есть особенности, с которыми мы никогда не работали. Но будем адаптироваться. Мы считаем, что это возможность. Это возможность быть более конкурентноспособными. Как вы знаете, говорил собственник компании «Сплат» Демин Евгений, которая продает по всему миру свою зубную пасту. Он говорил, как только ты станешь успешным и конкурентным на зарубежном рынке, ты станешь еще более востребованным на собственном рынке. Потому что ты повышаешь качество, характеристики продукции, и внутренние потребители начинают получать еще более качественные продукты. Как-то в связи с этим вспомнился один владимирский производитель автобусов, у нас вообще один, который поставлял или поставляет на африканский рынок автобусы. В общем, это удивительно, и даже, наверное, дважды удивительно. А вот из того, что уже успели с владимирцами обсудить, чем-то отличаются проблемы, какие-то тчаяния владимирских производителей-экспортеров на федеральном уровне? Вы знаете, да, конечно, можно говорить о том, что каждый субъект, он, естественно, имеет свои особенности. Но, честно говоря, с точки зрения внешней торговли, мы уже достаточно давно ей занимаемся с нашей командой, сначала в Минсельхозе, потом в Минпромторге. Мы абсолютно уверены, что на качество и стартовые позиции с точки зрения внешней торговли безусловным образом влияет география региона, соответственно, доступность основных рынков с логистической точки зрения и, безусловно, влияет уровень индустриального развития региона. Больше не влияет ничего. Никакие исторические, культурные особенности не играют большой роли. Поэтому здесь надо сказать честно, что Владимирская область в выгодном положении. С точки зрения транспортной доступности географическое расположение области позволяет нам отправлять продукцию как из портов Азово-Черноморского бассейна, в принципе, потому что до них железная дорога доступна достаточно и не столь длительное время составляет так порты северо-западного федерального округа, ну и рынки Евразийского экономического союза, как и Китая, доступны тоже в железнодорожном сообщении. Поэтому, мне кажется, область обладает большими перспективами. И вот мы сегодня обсуждали, я тоже, когда готовился к визиту, посмотрел за последнее время, как, какими товарными позициями представлен экспорт Владимирской области. Оказалось, что практически всеми. То есть настолько диверсифицированный экспорт, это и машиностроение различное, это лесопромышленный комплекс, это легкая промышленность, это стекло, это даже бытовая электроника. То есть я уж не говорю про агропромышленный комплекс и, значит, сельскохозяйственные там, ну, сырьевые моменты. Безусловно, это огромный потенциал. Поэтому можно брать и прямо по отраслям идти, прорабатывать экспортные проекты. Несколько лет назад, но кажется, что уже в прошлой жизни на федеральном уровне стояла задача усилиться нашим аграрием, увеличить экспорт агропродукции вдвое, а если есть силы, то и больше. Эта задача снята? Ни в коем случае. Аграрный экспорт является частью несырьевого, неэнергетического экспорта, как и промышленный экспорт. А президент Российской Федерации задачу по увеличению на 70% в целом несырьевого, неэнергетического экспорта к 2020 году не снимал. И он ее даже не менял, потому что президент понимает, какие есть возможности и перспективы у российских промышленных и агропромышленных предприятий. Ну, надо сказать честно, что сектор сельского хозяйства, несмотря на все сложности, он достойно перенес и ковид, и, собственно говоря, санкционное давление, и планомерно экспорт агропромышленного комплекса растет. И уверены, что и дальше будет расти, поэтому задача не только не снята, как мы иногда шутим в Министерстве промышленности, коллеги из сельскохозяйственного блока помогают иногда нам выполнять показатели по несырьевому экспорту своим усиленными темпами роста. Поэтому я уверен, что расти будут с такими же амбициозными планами. Роман, я надеюсь, что на родной земле увидим еще не раз, и темы обсудим важные, а новости при этом будут исключительно позитивными. Спасибо, Леон. Всего самого доброго. Спасибо, Леон. На сегодня у нас все о работе и итогах Владимирского экспортного форума. Обязательно расскажет наш телеканал. Следите за новостными выпусками. И до встречи.